Приветствую вас! Ну, выражаясь академическим языком, чтобы выйти из состояния жертвования, необходимо взять личную ответственность за собственные собственные переживания и свои чувства, и отказаться от идеи о том, что именно другие люди обстоятельства являются причиной того, что вы обижаетесь и испытываете гнев. Ну, это вы можете, в принципе, вот, текст своего вопроса, да, вы можете просто вбить в поиск любой, и вам, в общем-то, найдется куча статей на эту тему. То есть, мне не очень понятен смысл задавать такой вообще вопрос. Если вы говорите про то, что каждый день испытываете обиду или гнев, и гнев, то здесь несколько моментов, а точнее три. Первое, то, что если у вас ситуация повторяется, то имеет место вторичная выгода, то есть вы имеете какую-то вторичную выгоду от того, что каждый день обижаетесь и злитись. Вот, и какая это вторичная выгода, нужно еще разбирать, потому что пока она актуальна, это самая вторичная выгода, вы будете так поступать. Дальше. Если мы говорим про обиду конкретно, то обида это ожидание, в основе ожидания лежат желания, и именно ответственности за эти самые желания вы не сделаете лично, считая, что кто-то другой, окружающие должны это делать. За вас. Вот. Что касается гнева, то это злость, злость это раздражение, а раздражение, соответственно, это не выраженная в реальном времени позиция по поводу того, что вам нравится, а что нет. То есть, грубо говоря, грубо говоря, вы не выражаете вовремя то, что вам не по душе накапливаете это, и после достижения определенного уровня негатива, который вы накапливаете, который вы никак не выражаете, вы выплескиваете на человека злость. И поскольку эта самая злость, она для человека, как правило, является ну не совсем ожидаемой, то у человека складывается не совсем адекватное представление о том, что именно вам не нравится. То есть, все было хорошо, а потом резко хоп, уже все плохо, так как это не бывает. Поэтому в реальном времени выражать свои чувства, то, что вам необходимо сделать, то, чему необходимо учиться. Вот в принципе такой можно вам отдать ответ на вопрос, который вы задаете. Естественно, более подробно и так сказать, персонифицировано, персонализировано разобрать ваши проблемы можно будет только при личной беседе. если вам понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего, я желаю вам всего самого доброго и удачи.